Первая гонка сборной и сразу серебро. Андрей Ларьков финиширует на эстафете 4 по 10 километров. В тысячах километрах от дома и на глазах всего мира еще 15 лет назад. О таком триумфе он и не мечтал. На приз-клубе зеленый дом. Значит, здесь он занимает 5-е место. На малой родине Ларькова сегодня только и разговоров, что о лыжах. Его первый учитель физкультуры вспоминает, как парень разрывался между музыкальной школой и спортом и как именно физрук убедил его твердо встать на лыжню. Он уже поздно пришел, после 8 класса. Сверхники-то уже с 3-го, с 4-го класса занимались. Но вот он, видите, обошел. Лыжи, снаряды, полуподвальное помещение. Мало чего изменилось с тех пор, как Андрей Ларьков впервые встал на лыжи на своей первой лыжной базе 9-го лицея. Кроме того, что лыж за это время прибавилось, а в списке выпускников появились первые олимпийские чемпионы. Ребят, вот здесь как раз он сидел вот за этой партой. Здесь старшеклассник Ларьков с друзьями обсуждал Олимпиаду в Турине. Благодаря его победе сегодня весь лицей говорит уже о Пхенчхане. Конечно же, болела за Андрея Ларькова. Я, конечно, немного расстроена, что он занял второе место, но он все равно молодец. А учителя считают, что эта мировая известность – заслуга родителей. Это они никогда не мешали его вечным тренировкам. Буквально жили ради сына. Доходило до курьезов. После последнего звонка всем классом мы отправились праздновать это событие. Вместо него были на этом празднике мама и папа. Даже на пустном вечере. А он был, как всегда, на сборах. Родители олимпийского чемпиона пока закрыты для прессы. Говорят, боятся сглазить, ведь впереди еще одна гонка. И она, конечно, будет сложнее, чем вот эта лыжня, где спортсмен готовился уже к мировым спринтам. Сегодня в копилке Андрея золото универсиады в Словении, серебро мундиаля в Финляндии и звание младшего лейтенанта в Нижнекамске. Спортсмену удается совмещать лыжи и работу в районном УВД. Как вы видите, уже серебряный призер. Я думаю, что у него еще все впереди и станет он все-таки олимпийским чемпионом. Зеленодоль к Нижнекамск, Казань, Челны. Здесь за Андрея Ларькова болели, как за земляка. За плечами лыжника Челнинский институт физкультуры и Поволжская академия спорта. А вот в мировом спорте он заявил о себе, как о лыжнике из России, как минимум до следующей Олимпиады. Рамиль Шайдулин, Алина Мустина, Ильшад Мухаметов, Ринат Сафин, ТНВ, Зеленодольск, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова